Всем привет! Вы на канале ZEVS News. 39-летний Елена Лядова и 49-летний Владимир Вдовиченков в браке уже больше 5 лет. При этом все это время супруги продолжают оставаться одной из самых загадочных пар в российском кинематографе. Крайне редко дают интервью и не посвящают журналистов подробности своей личной жизни. Однако на днях актеры все же решили приоткрыть завесу тайны о своих отношениях, которые так интересуют поклонников. Актеры познакомились на съемках Левиафана Андрея Звягинцева. Когда актеры увидели друг друга, у них не возникла моментальная симпатия. Однако присмотревшись к Елене, Владимир понял, что Елена необычная девушка. По признанию актера Елена покорила его своей необычностью и Владимиру показалось, что он обрел родного человека. С первого дня близкого общения актерам совсем не хотелось расставаться. По признанию Вдовиченкова, с Еленой он стал мягче, раньше был очень агрессивным, мог из-за пустяка подраться. Актеры признали, что идеально друг друга дополняют. Напомним, что до брака с Еленой Владимир Вдовиченков был женат четыре раза. Первой женой Владимира была девушка по имени Виктория. Она училась вместе с парнем в одной школе, только в параллельных классах. Поженились молодые люди, как только им исполнилось по 18 лет. Но на горизонте у Владимира появился соперник и девушка отдала предпочтение более старшему и обеспеченному мужчине. Второй женой Владимира стала Анна Конева. В браке у них родился сын. Мальчика назвали Леонидом. Все складывалось у пары хорошо, до тех пор, пока девушка не купила квартиру в Санкт-Петербурге. В то время карьера молодого актера набирала обороты, и основное место его работы было в Москве. Владимир отказался переезжать в Питер, и на этом отношения пошли на спад. Не смог повлиять на решение Владимира и совместный с Анной сын. Долгое время Владимир не участвовал в жизни и воспитании сына, о чем сейчас очень жалеет. Но недолго Вдовиченков был в одиночестве. Уже в Москве он повстречал Наталью Давыдову. Она являлась владелицей одного крупного торгового центра. Их семейная жизнь продлилась лишь 4 года. После они расстались. В окружении актера поговаривали, что они поссорились из-за карьеры Владимира. Следующей женой Вдовиченкова стала актриса Ольга Филиппова. Они повстречались в 2004 году, а уже через год у них родилась дочь, которую они назвали Вероникой. Ольга и Владимир были очень гармоничной парой. Когда они были вместе, то просто светились от счастья. Но пара распалась. Как сказала в одном из интервью Ольга, что их отношения погубила стабильность, но она не держит зла на Владимира. В том, что их пара распалась, ответственны они оба. Сегодня Владимир счастлив в отношениях со своей пятой супругой Еленой Лядовой. Пожелаем этой паре счастья и в скором времени продолжение актерской династии. Если вам нравится эта звездная пара, не забывайте ставить лайки под этим видео и делиться своим мнением в комментариях. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем пока!